Днестр уже не тот, все чаще у берега можно увидеть вот такие скопления тины и даже рязки. Это в Тирасполе, в самом центре, напротив городской пляж, много отдыхающих. Тирасполщане уже опасаются, а не превращается ли наша речка в болото. Все зеленое, липкое и не хочется даже заходить. Что происходит с рекой, как вы думаете? Из-за того, что в нее вливается много отходов, она загрязняется. Плюс сейчас аномально жарко, чем в прошлые годы. Из-за этого она мелеет и из-за этого еще хуже становится. Специалисты подтвердили, Днестр действительно меняется. Его уже сложно назвать полноводной рекой с быстрым течением. Раньше, конечно, на Днестре рязку можно было встретить только в каких-то затонах и заводях. Но сейчас она встречается практически на протяжении всего течения Днестра. Это говорит о том, что и течение замедляется, и создаются более удобные условия для развития этих растений. Он превращается в медленно текущий слабопроточный водоем или даже цепь из медленно текущих водоемов. Потому что Днестр сейчас разрублен различными гидротехническими сооружениями. Это дамбы Дубасарской ГЭС, это череда дамб в Украине с водоемами-накопителями. И уже нет того естественного водного баланса, обмена воды, как ранее. Днестр зацвел. В нем стало больше рязки и водорослей. Мы в период гидрологической засухи находимся. Мелководья хорошо прогреваются. Очень много ила, илонаносов, которые несет к нам из Верховьев. И очень хорошая среда питательная для этих растений. На некоторых видов рыб сокращение стока Днестра, уменьшение в нем содержания кислорода действует очень плохо. Это те виды, которым нужно много кислорода. Рыбу тяжело переносят перегрев Днестра. Самый жизнеспособный – карась. Он выживает в любой погоде. И рязка ему не страшна, так что рыбалка состоится. А вот купаться небезопасно. Специалисты предупреждают – в чересчур теплой реке хорошо размножаются не только водоросли и рязка, но и бактерии. Можно заболеть. Так что вспоминаем советы врачей. Воду из Днестра не глотаем, после купания в реке принимаем душ.